Мама Дарья, Алена, Динара, Виктория, Дана, Марина, Айгерим, Айжан, Акбата, Супермама Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами сегодня я, Асимчик, и моя коллега Ольга. Сегодня мы рады презентовать вам первый уникальный проект. Реалити-шоу «Супермама». Это первое в Казахстане реалити-шоу, главным героем которого являются наши мамы. В реалити-шоу участвуют 10 молодых мам. На каждом этапе одна из них будет выбывать из проекта. И в итоге останется одна победительница. Быть мамой – тяжелый труд. Современной маме, помимо воспитания детей и домашних лопат, также нужно успевать оставаться модной, красивой и спортивной. И на протяжении наших 10 этапов мы выявим ту самую артистичную, харизматичную, целеустремленную маму. Далее в программе. Это уникальный проект. Я пыталась найти аналоги в интернете. Я хочу, чтобы каждая из вас увидела все грани своей красоты. Но вы знаете, если быть честным, я недоволен именно вашим луком. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы начинаем уникальное шоу «Супермама». На протяжении всего проекта из 10 очаровательных участниц мы выберем одну особенную универсальную маму. Для сравнения, насколько наши участницы могут преобразиться на шоу, была проведена фотосессия до работы профессионалов. А сейчас я вас познакомлю с уважаемыми членами жюри. Известная казахстанская телеведущая Асель Акбарова. Известный казахстанский бизнесмен Нурлан Алимхаджаев. А сейчас я приглашаю нашу первую участницу шоу. Виктория Ли. Путешественница. Познакомилась с будущим мужем в Южной Америке. Проект меня захватил тем, что это уникальный проект. Я пыталась найти аналоги в интернете, чтобы посмотреть и подсмотреть, что может ожидать мамочек. Но ничего подобного я не нашла. Ни в Ютубе, ни в Гугле. Они мне не помогли в этом. Что у вас спрашивали? Где у вас было именно волнение? Или вы все-таки ответили все так быстро, как отстрелялись? Наверное, судьи настолько располагающие, что пока они еще не такие никакие зловещие, как по телевизору. Мы смотрим реалити-шоу. И поэтому все прошло хорошо. Следующая наша участница. Жумабаева Айгерим. Айгерим Жумабаева. Ей 29. У нее двое замечательных детей. Десять девушек, которых вообще мы раньше друг друга не видели, не знали, встретились здесь. Мы познакомились, хорошо общались. Мы не как соперницы, мы как подружки стали здесь. Кто из судей был более такой, каверзный вопрос задавал? Кто был такой именно, который прям так опасно хотел узнать все о тебе? Асиль. Может быть, вашему супругу миллион нужен? Вы знаете, я считаю, что вот эта послеродовая депрессия, она может быть где-то в какой-то мере надуманная. Я хотела бы лишь добавить, что родители должны быть очень внимательны к своим детям, внимательны быть именно к чертам характера. И они должны прочувствовать, где чего не хватает. Вот это вот дополнять. Они делают только то, что родителям удобно. Галкина Алена. Ей 37 лет и у нее двое детей. Давайте познакомимся. Самая опытная мама на этом проекте. Галкина Алена. Целью участия в этом проекте было попробовать себя, посмотреть себя со стороны. Очень было интересно, как меня видят стилисты. Как они меня видят, какой амплуа. Попробовать что-то новенькое в своей жизни. Но сейчас у меня такой этап в жизни, что я заявляю себе и везде участвую, стараюсь везде проявиться, показаться. Я считаю, что это все было от души. Все, что я чувствовала, все, что я знал, я это говорила. И считаю, что, наверное, не все должны мамы, родители знать о своих детях. То, как вы говорите до конца. И следующая наша участница Толеева Айжан. Ей 25 лет, и у нее один ребенок. Толеева Айжан. Мечтает стать победительницей проекта «Супермама» и потратить миллион на семейную отдых. На этом проекте выигрыш 1 миллион. И я бы хотела с нашей семьей вместе поехать куда-нибудь отдыхать. Я никогда не была за рубежом. Мне было бы, да, очень интересно увидеть другие страны. Тем более с сыном. Для него это вообще супер. Море, песочек и новые впечатления. А кто же из жюри, по вашему мнению, был самый строгий? Кто был более такой лояльный? А по Аталара Кандае, Жан Сиздердайка до системы баланса. Это Жак Качкини, блин. Плохо понимает. Даже не могу сказать. Ну, это так. Наши жюри умеют себя показать. Жак Санабул Сангсбуден. Я представляю следующую нашу участницу. Это Мухаммеджарова Айгирим. Ей 25 лет, и у нее один ребенок. Мухаммеджарова Айгирим любит петь и танцевать, а также воспитывать свою прекрасную дочь. Мы идем в ногу со временем, и я стараюсь быть модной. И тоже однажды завела себе страничку в Инстаграм. Настолько мне показалось, что это такая крутая вещь, которая на самом деле дает колоссальные возможности. И именно там я нашла интересную страничку под названием Академия молодой мамы. Какой тебя вопрос больше всего смутил? Не то чтобы смутил, наверное, про татуаж. Потому что, мне кажется, любой женщине такие замечания как-то, ну, не скажу, что прям, ну, не особо, наверное, нравится. Охота просто взять, ножиком зарезать, вот так вот. Если как-то цвет волос и стрижка меня, в принципе, устраивает вас, то брови ваши такие, там, прям бросаются мне в глаза. То есть, так не должно быть. Алиева Марина – наша следующая участница. Ей 28 лет, у меня один ребенок. Алиева Марина – одна из самых веселых участниц проекта «Супермамы». Попав сюда, я ни о чем не жалею, потому что хорошие девчата принимают со мной вместе участие. Я думаю, что каждая достойная из нас, познакомившись с жюри, что я могу сказать, очень компетентная, очень профессиональная жюри. И думаю, что они сделают правильный выбор, покажут Казахстану, какие есть мамочки. И при этом, думаю, что все пройдет замечательно и хорошо. Вы уже готовите себя к победе или все-таки сомневаетесь? Вопрос, конечно, хороший, потому что каждая девушка, она по-своему хочет выиграть, она идет к этому. Что будет, то будет, посмотрим. Дана Ураскинда Казе Дана считает ведущую программой «Сандугаш Султан» одну из лучших представительств прекрасного пола. Узнав об этом конкурсе, я поняла, действительно, это мой шанс, шанс участвовать именно в качестве мамы. И придя на этот конкурс, проходя кастинг, я поняла, да, я готова пойти на все, чтобы стать супермамой. Что интересно именно у вас спрашивали? О семейной жизни, о работе, о будущих планах. И вы раскрыли все свои карты? Да. Я являюсь государственным служащим, работаю в качестве эксперта по трансграничным рекам Министерской энергетики Республики Казахстан. Следующая наша участница – Дюсенова Акбута, ей 24 года, у нее один ребенок. Давайте познакомимся. Дюсенова Акбута. В случае выигрыша планирует подарить миллион родителям мужа. Прошла я через Инстаграм, получается, было сообщество Академии молодой мамы. Там был пост о том, что нужно разместить на своей страничке этот все пост и набрать наибольшее количество лайков. Я прошла, и вот я здесь. Был такой вопрос, что если будут смотреть реалити-шоу мои друзья, родные, родственники, и будут, как бы там было так сказано, что будут слезы, обиды, там, например, готова ли я ко всему этому? Следующая мама у Розалина Дарья. Она у нас многодетная мама, у нее трое детей, а ей всего 25 лет. Розалина Дарья считает, что чужих детей не бывает и старается помочь каждому ребенку. На кону главный приз – один миллион. Эти деньги я хотела бы одну часть потратить на своих детей, на свою семью, и некую часть я хотела бы передать благотворительную помощь мальчику Ибрагиму, который болеет онкозаболеваниями. Помочь финансово. Как тебе вопросы? Я смотрю, для тебя очень-таки каверзные вопросы были подготовлены. Да, вопросы были с подковырочкой, но как бы жюри объективны. То есть мы зашли к когтей, говорить о себе так очень неинтересно. А какое образование вы получили? Или у вас нет еще? У меня незаконченное выше. Динара Кундакпаева. Она уверена, что быть красивой необходимо при любых обстоятельствах. Ну, в проекте все очень интересно. Как сказать, бэкстейдж, как говорят. Я увидела это изнутри. Это все так завораживает. Все время находиться на снижочной площадке. Девочки замечательные. Я очень рада, что познакомилась. Тут, знаете, столько новых лиц, столько новой информации. То же самое о детях. Девочки много чего могут посоветовать. То есть очень круто. Не грамма, не жалею. Я прям безумно рада. Это декретный декретный демалстам. Драк, кейный бекушкан, шоу. У нас все два шашка. Здравствуйте, уважаемые мамочки. Рада вас видеть. Сегодня нам предстоит новый этап нашего уникального шоу «Супермама». Называется он «Стильная мама». Станете красивее, стильнее, очаровательнее. А в этом нам поможет известный казахстанский стилист Рейхан Досмакова. Приглашаем их. Здравствуйте, Санди. Рада вас видеть. Я очень рада видеть вас всех, мамочки, здесь. Я хочу, чтобы каждая из вас увидела все грани своей красоты. То есть каждая из вас – это бриллиант. И на этом шоу вы заблестите по-новому. Рейхан дала советы нашим конкурсанткам в выборе одежды и рассказала об основах дизайна. Девочки, вы сейчас находитесь в одном из самых модных салонов красоты столицы. Именно отсюда модницы Астаны выходят с ног сшибательными. И сегодня настал ваш момент. И я с удовольствием передаю вас в руки профессионалов. В спа-салоне Нурлана Алимхаджаева профессионалы преображают наших конкурсантов. Если вам сделают красный, ярко-желтый или зеленый, вы готовы все это принять? Все вместе. Мам, сейчас не в курсе, где я и что я делаю. Я счастлива, я довольна. Я люблю салоны, я прям кайфю, когда мной занимаюсь. Уважаемые телезрители, я с удовольствием вам представлю новый состав жюри. Это Эльдос Алтаев, известный стилист-имиджмейкер казахстанских звезд. Здравствуйте. И Айгерим Кази, модельер. Уважаемые коллеги, предлагаю вам познакомиться с нашими участницами. Первую участницу я представлю. Ее зовут Динара Кондакбаева. Давайте посмотрим, как это было. Все идеально. Спасибо. Спасибо, Динара. Следующая наша участница – Дана Ораскель-Дагзе. Проходите. Посмотрим, как это было, перевоплощение в Дану. Что скажешь? Ну, вы знаете, если быть честным, я недоволен. Именно вашим луком, который вам подобрали. Здесь все подобрано по-классически и так далее. Но на это внимание обратить, я бы, допустим, не обратил. Это в серой массе все как бы слил. Мне кажется, у нее яркое лицо, и вот где она работает. Насчет лица я вообще ничего не говорю. Да, идеальное лицо, красота. А именно по одежде. Женщина, родившая таких красивых деток, которых я видела, не может быть некрасивой. Я вижу три разных абсолютно человека здесь, на видео и на фотографиях. Вживую мне нравитесь больше. На видео, видимо, вы раскрепостились только в конце. Фотографии. Фотография мне не понравилась. Вы участвуете, вы конкурсанты, вы должны быть лучше. У вас не должно быть перебора. То есть здесь получается слишком много красного. Естественно, если вы, конечно, похудеете к тому моменту, а пока не похудеете, нет смысла брать крупное, кружевое или еще что-то. Лиловое. Это песок сезона и очень хорошо подобрана от ноги Микайдаровой. Почему-то я увидел на видео, что вы как-то были зажаты. Это мое платье. Я дизайнер, да. Здесь на видео все просматривалось хорошо. Мне приятно, что такие красивые девушки украшают. Просто, просто идеально. Секс. Реально. Это просто и там секс, и красота, и ум все вместе. Я бы подобрал что-то еще попышнее. Объясняю почему. Потому что, учитывая, что ноги у нас потолще, здесь все равно ее видно. Ну, что касается... Это никто не толстая тебе, да? Да, да, да. Но все равно она довольно-таки преобразилась. Ну, чуток что-то есть. Чуток. А что касается этой мамочки, вот реально, вот, не знаю. Дегири, да? Угу. Но все равно каждый человек... Вот эта фотография мне нравится, мне кажется, и очень нравится. Но мы же судим не по фотографии, насколько мне известно, мы судим по общим этим изменениям. Хотя вот я бы на месте стилистов там подстрягивала бровки немного, да, как-то вот... Изменения прямо колоссальные, кардинальные не видно. Нету. Абсолютно нету. Подбор, вот это вот сочетание, композиция лука, вообще... Вообще ноль. Я просто... Ну, сегодня она оделась сама, она же хорошо выглядела, тебе же понравилась. Ну, она всегда так одевает зимние. Нет, прошу, это... Мне не понравилось, как она одета, я ее не отмечал, что она хорошо одета. Потому что черное платье с белыми принтами и еще бежевые туфли с красным, этим, это вообще капец. Компетентные жюри оценили всех мам и выбрали конкурсантку, которая сегодня покинет проект. Итак, наши дорогие участницы, мы посовещались с коллегами, приняли очень сложное, но необходимое решение. Таковы условия конкурса нашего, условия нашего реалити-шоу. Три девочки оказываются сегодня в зоне риска, и одна из них должна будет сегодня покинуть проект. Это Ахбута. Это Агирим. И это Дана. Девочки. Дело не в том, что вы худшие, да? Вы же понимаете, да? Дело в том, что нет какой-то изюминки. Я вынуждена назвать одну из вас. И к моему большому сожалению, я ее очень давно знаю. Девочка тоже работает на телевидении. Она моя коллега. Я защищала ее интересы очень сильно. Но, к сожалению, сегодня это Агирим. Вы должны стать супер-мамой, уникальной, лучшей во всем. Поэтому включитесь и дерзайте. Агирим, приятно было с вами поработать и познакомиться. Мы вынуждены вас отправить домой. Спасибо, Агирим. До свидания. Здравствуй, Агирим. Ну как ты? Нормально. Поделись своими эмоциями. Согласна ли ты с мнением жюри? В какой-то части, да, я согласна. Я, наверное, не полностью была здесь с ними. Моя частичка, мое сердце, он дома. Шестимесячный мой сыночек. Он, наверное, сильно хочет, чтобы я рядом была. Ты молодец, что ты пришла, ты боролась. Я думаю, твой сыночек будет гордиться, потому что это все останется в истории. Что ты хочешь сказать, твое последнее, все твои слова в этом проекте? Ну, желаю всем удачи. Как я там сказала, пусть выиграет сильнейший. Давай, удачи тебе. Спасибо. Спасибо большое тебе за то, что выделила свое время и была с нами. Да. Это Агирим. Я очень рада, что я здесь познакомилась с вами, с девочками. Я рада. Держись. Уважаемые телезрители, сегодня были подведены итоги первого этапа нашего реалити-шоу. И одна из наших конкурсантов, Агирим Жумабаева, к сожалению, покинула проект. Но мы с вами обязательно увидимся в продолжении реалити-шоу «Супермама». И наши мамы пройдут следующее испытание, которое называется «Спортивная мама». Оставайтесь с нами, будет интересно. В следующей серии вы увидите «Спортивные мамы». Фитнес-упражнения. Оценки жюри. Фитнес-упражнения. 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 Фитнес-упражнения.